Делюсь рецептом постной колбасы из чечевицы. Она получается очень вкусной, сочетание специй здесь подобрано просто идеально. Такая колбаска отлично подойдет для бутербродов. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить колбасу из чечевицы. Если у вас недостаточно мощный блендер, то орехи кешью предварительно можно замочить в воде, а чечевицу заменить на хлопья. По желанию в колбасу можно добавить копченую паприку. Вода, 500 грамм. Чечевица красная, 100 грамм. Кешью 100 грамм. Свекла 30 грамм, сырая. Агар-агар, 10 грамм. Соевый соус, 30 грамм. Томаты сушеные 10 грамм, или вяленые. Масло кокосовое 20 грамм, рафинированное, растопленное. Мускатный орех, 1 дробь 5 чайных ложки. Кардамон, 1 дробь 5 чайных ложки. Кориандр, 1 дробь 2 чайных ложки. Перец черный молотый, 1 дробь 4 чайных ложки. Пажатник, 1 дробь 4 чайных ложки. Пастернак молотый, 10 грамм. Чеснок сушеный, 1-2 грамм. Лук сушеный, 10 грамм. Соль черная, 2 грамма. Соль, 5-6 грамм. Итальянские травы, 30 грамм для обсыпки. Количество порций, 6, 8. Подготовьте все ингредиенты. Обжарьте сухую чечевицу на сковороде до золотистого цвета. В блендере измельчите все ингредиенты, кроме итальянских трав, до однородной консистенции. Вылейте получившуюся массу в сковороду. Начните прогревать на средней температуре, или ниже среднего, масса не должна подгорать или комковаться. Полностью готова масса будет спустя 25-30 минут. Она должна загустеть, стать темнее, легко отделяться от краев сковороды. Готовую массу выложите на пергамент. Сформируйте колбаску. Сбрызните пергамент растительным маслом. Насыпьте итальянские травы. Обваляйте колбасу в специях. Заверните пергамент, края крепко сверните. Уберите чечевичную колбасу застывать на 5-6 часов в холодильник. Колбаса из чечевицы готова. Приятного аппетита.